Добрый день, друзья! Я, тревел-эксперт Ольга Литвинова, на канале Вокруг Света Турс ТВ с новостями о Черногории. 10 минут вашего времени, и вы узнаете, что готовит Черногория в летнем сезоне 2020 года. Важно понимать, что в этом году, летом, откроются абсолютно не все страны в связи с эпидемией, и мы говорим о реальных странах, которые готовы принять нас в гости. Черногория номер один в этом списке. Почему? Статистика говорит сама за себя. На сегодняшний день 324 человека заболевших, из которых 311 благополучно выздоровели. Поэтому Черногория цветет и пахнет, и ждет нас в гости. Очень большие шансы, что откроют свои границы в конце июня, в начале июля 2020 года. Почему Черногория? Очень доступная страна. По всем параметрам. Пакетный тур с вылетом из Одессы от 500 евро на двоих. В этом сезоне нам всем необходимо отдохнуть, набраться сил, но не сильно потратиться. В летнем сезоне 2020 года на первое место выходит безопасность. Почему в Черногории легко быть в безопасности? Первое. Это размещение в мини-отелях, их называют виллами, которых очень маленькое количество номеров, 10-12. Отсутствие большого количества персонала, это 1-2 человека. Отсутствие большого количества туристов, бассейнов, ресторанов крытых. Анимации отсутствуют. То есть это мини-отельчик только для проживания. Второе. Нет привязки к ресторану. То есть вы выбираете миллион ресторанчиков на побережье с прекрасными видами, с вкуснейшими фирменными блюдами, которые абсолютно предлагают доступный чек. 8-15 евро это средний. Вкусно, красиво, безопасно. Третье. Пляжи. Нет привязки к пляжу, который находится именно возле вашей виллы. То есть пляжи очень много, диких. Например, дикий пляж Каменево, который широкий, с мелкогалечным заходом, малолюдный. Отличный выбор. Или остров Святого Николая напротив Будвы. 1 километр по морю, вы в живописнейшем месте, со скальными берегами. Тут же на острове есть ресторанчик, где можно перекусить, все удобно и опять же таки безопасно. Либо на лодке, либо на катамаране. 1 километр по морю и вы там. Четвертое. Есть возможность взять автомобиль на прокат, который подарит вам свободу передвижения. Вы хотите на какой-то уединенный дикий пляж или нудистский? Легко. Албания? Хорватия? Пожалуйста. У вас есть свобода. Очень доступно. От 25 евро в сутки. Кому же прекрасно подойдет отдых в Черногории? Активным туристам, которые любят движение, которые любят красивейшую природу, которые любят очень красивое море. Смотрите, Черногория предлагает за очень доступные деньги от 17 до 70 евро стоимость экскурсий посетить миллион мест без преувеличения. То есть это рафтинг, это каньон Тара прекрасный, это возможность посетить соседние страны, такие как Албания, Тирана, это такие как Италия, город Бари, по морю на пароме и вы там. Хорватия, Дубровник, там где снимали Игра престолов. Например, экскурсия в Черногории, которые очень любят туристы, по Бококоторскому заливу, единственный фьорд в южной стороне Европы. По Бококоторской бухте на кораблике мы плывем в старый город Котор. По пути катер ловит волну и проплывает в удивительный голубой грот, где вы купаетесь в пещере под лучами солнца, которые очень редко проникают туда, это голубое море, потрясающе. Потом вы гуляете узкими, мощеными улочками города, которые кушаете обалденно вкусный хамон, запиваете вином. Ай, это так вкусно, вы не представляете. Вы будете очень счастливыми, поверьте. Что такое Будванская ривьера? Вы прилетаете в город Тиват. И через 20 минут трансфер вас доставит в самый центральный городок. Это город Будва. Кипящий, бурлящий, всегда в активной жизни, в фестивале, миллион ресторанчиков на берегу. Старый город Будва. Потрясающий вообще выбор развлечений на любой вкус. Но нужно понимать, что здесь с любой виллы, с любого отеля слышна эта жизнь. Поэтому, если вы активный турист, вам прекрасно подойдет именно Будва. И за Будвой, как бусинки на ниточку, продолжаются очень спокойные курорты. Бечичи, Рафаиловичи, Прыжно, Святой, Стефан, Петроват, Сутаморе, Бар. И вот, если говорить о расстояниях от Будвы до Бара, ну, полчаса езды максимум. Настолько они недалеко от друг дружки находятся. Часто наши туристы от Бечичи в Будву ходят пешком через туннель вдоль моря и очень довольны. Где-то 40 минут неспешным шагом это занимает. Где размещаются туристы? Есть выбор размещения в вилле или в отеле. В чем разница? Мы уже говорили ранее, виллы это мини-отельчики без инфраструктуры, бассейнов, персонала, ежедневной уборки, замены полотенец, ресторанов. Отели же это возможность опять же таки выйти на территорию погулять. Это сервис. Каждый день у вас будет уборка в номере, замена полотенец. Это обязательно ресторан, крытый в отеле. Наличие детской площадки, бассейнов. Разница цены на виллу, что она в себе содержит? Место расположения. Если вилла находится ближе к морю, она дороже. Чем дальше, тем она дешевле. Есть ли рядом с виллой аптеки, рынки, супермаркеты, то есть жизнь, куда можно выйти. И опять же, когда ремонтировалась вилла, то есть насколько у нее старая мебель, либо это только-только обновленные и так далее. Хочу отметить, что хозяева виллы очень борются за своего туриста. И поэтому часто вилла это очень уютное гнездышко, куда всегда приятно вернуться после жаркого, насыщенного дня и окунуться в прохладу беседки, увитой виноградом. То есть очень радушные хозяева, которые хотят, чтобы вы к ним вернулись. Отели. Также есть, конечно, и бюджетные линейки, и вип-линейки. То есть если мы говорим про отели, то здесь в основном упор идет на начинке, предоставляемых услуг и качестве размещения. Давайте теперь разберем на конкретных примерах, какие виллы, сколько стоят. Первая в подборе вилла Мирка 500 евро на двоих без питания. Размещение в Бечече с прекрасным, шикарным, песчаным пляжем. Этим Бечече славится. 400 метров от моря по прямой написано. Но на самом деле все 800, так как вы обходите еще другие отельчики и так далее. Вилла находится за дорогой. И очень простые номера. Если говорить про виллу на первой линии, допустим, вот я люблю вилла Плаза, первый и второй вариант, то есть это суперстильные номера в дереве, камень, шикарно, очень себя чувствуешь уютно. На первой линии к морю находятся эти номера в Петровац курорте. Стоимость их где-то 950 евро на двоих без питания. И что нужно здесь отметить? Вы вышли, вот оно море, вы вышли, Петровац, прекрасная набережная, прекрасный променад. Город Петровац вообще очень зеленый, уютный, со своим, так сказать, со своей насыщенной жизнью, но спокойный. Очень много промежуточных вариантов между 500 евро и 950, то есть у нас есть любимые виллы, это наша задача подобрать вам именно ту, которая вам максимально подойдет. Что же насчет отелей? В данном сезоне на первое место у нас выходит, первое требование это безопасность, поэтому в этом обращении к вам мы и говорим в основном о виллах. Но есть отель, на который стоит обратить внимание, он находится в бюджетной линейке, называется Славянская пляжа в городе Будва. Это первая линия к морю, огромный парк, открытый парк, в который может зайти любой турист погулять, но при этом все равно достаточно территории для уединения. Отель состоит из двухэтажных корпусов, что тоже позволит дистанцироваться, так как территория, поверьте, просто невероятно большая. есть свой ресторан, есть бассейны, есть детские площадки, то есть в данном сезоне я, конечно же, буду рекомендовать вам брать этот отель на минимальном питании, это завтрак. Я вообще Черногорию рекомендую брать на минимальном питании, потому что кухня в ресторанах бесподобная. Это бюджетный сегмент и стоимость такого отеля 970 евро на двоих. Это была бюджетная линейка. Поверьте, в Черногории есть чем удивить и вип-туриста. Есть шикарная закрытая резиденция вилл 2019 года. Называется Dunkley Resort. Отель с закрытой территорией, с собственным пляжем, с собственными бассейнами и собственным огромным парком. Очень зеленый отель. Белоснежные террасы с джакузи. Индивидуальный подход, что очень важно. Поэтому именно в Dunkley Resort вип-турист получит вот этот вот скурпулезный, точечный такой вот, знаете, заботу конкретно о нем. Будет ощущение, что вы одни отдыхаете в отеле, потому что так все устроено, что вы не соприкасаетесь практически ни с кем. И в этом изюминка данного комплекса. Dunkley Resort. Стоимость его от 2900 евро на двоих. Черногория в летнем сезоне 2020 года дарит свободу передвижения, безопасно и с финансовой доступностью отдыха. Надеюсь, что данный видеоблог был очень полезен для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы. Возможно, вас что-то интересует еще. Будем рады ответить в следующих эфирах на ваши вопросы. Добавляйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!